Дети вместе собрались, слушают поэта. А поэту ведь всего 12 лет. Этот стиль поэзии называется хоку. У меня, конечно, плохо получилось. А Анна Косинкова в 6 лет начала писать в этом стиле. Тогда, в 6 лет, придумав подпись к одному из своих рисунков, Аня не подозревала, что сочинила стихотворение в классическом лирическом японском стиле хоку. Творческие задатки у девочки были всегда. Но именно с этого момента она начала заниматься поэзией профессионально. Уже в первом классе выиграла литературный конкурс, и в том же году ее пригласили в литературную студию «Слово». Сейчас Аня пишет и рассказы, и эссе, но лучше всего у нее удаются именно хоку. Редкая способность в немногих словах запечатлевать какой-то пейзаж, человеческое состояние и какую-то мысль, заключенную в них. Здесь у нее это органически, очевидно, это ее природа, такая художественного мышления, получается очень-очень здорово. И основные ее успехи и достижения, и награды, они связаны прежде всего с вот этими короткими произведениями, которые мы можем назвать хоку. В рамках творческих встреч «Детское время», которые в ВКЦ проходят каждый месяц, девочка рассказала приглашенным школьникам о себе, своем творчестве и почитала некоторые своих произведений. Одно из них про любимый ею город Видное. «Город Видное, Рад и Дон, самое лучшее на тебе. Ты зеленый, молодой, я стихи даю тебе. Здесь мой дом, моя семья и друзей веселых смех. Здесь гимназия моя, это школа лучше всех». Мне очень понравилось. Она пишет интересные стихи, о которых я даже не могу передать в трех предложениях. А еще девочка увлекается живописью. Сейчас она пробует себя в разных жанрах, но учителя отмечают. У Ани есть особый дар передавать свои чувства на бумаге, что очень важно для художника. Ко всему прочему, она еще и отличница в школе. И возникает вопрос, откуда берутся силы у этой хрупкой юной леди. «Просто нужно увлекаться своим делом. Мне это нравится, поэтому я, конечно, устаю. Но мне кажется, что это очень интересно рисовать и совмещать это с творчеством. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И бросать это я не намерена». В планах У Ани создание сборника своих сочинений. А вот о будущем девочка пока не задумывается. Потому что еще до конца не решила, чем именно хочет заниматься. Но, возможно, говорит юный автор, станет журналистом. Юлия Погасян, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.